Она выдвигает обвинения, заявляя о том, что Викиликс якобы публикует ложные сведения. Эти обвинения недостоверны. Даже ФБР в своих отчетах сообщает, что им не удалось выявить ложность сведений, публикуемых Викиликс. Итак, ее обвинения выдуманы. Информация с сайта Джулиан Пола Санж Австралийский интернет-журналист и телеведущий, основатель платформы Викиликс. В больших объемах обнародовал сверхсекретные материалы о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и тайнах дипломатии великих держав. Джулиан Асанж остается неоднозначной фигурой. Многие считают его разоблачителем военных преступлений и коррупции, а также отцом современной расследовательской журналистики. Для других же он предатель, враг государства, пособник президента РФ Владимира Путина и даже виновник избрания Дональда Трампа на пост президента США. Публикация секретных дипеш США на Викиликс 11 лет назад вызвала огромный резонанс. Многие материалы актуальны и сейчас. 28 ноября 2010 года пять ведущих западных СМИ одновременно приступили к публикации тайн вашингтонской дипломатии. Значит, этот материал, ну, тут входили самые разные вещи. Вы показали, как американские солдаты из вертолета убивают 18 человек. У вас были записи, тайные записи афганской войны, иракской войны. Примерно четверть миллиона дипломатических телеграмм вы опубликовали. Файлы из Гуантанамо. И все это стало известным всем. Весь мир был поражен. Исходным материалом были более 250 тысяч документов из Госдепартамента США. В основном конфиденциальные и секретные, которые создавали весьма неприглядную картину американской внешней политики. Дипеши, которые поступали из посоль США по всему миру, стали доступны благодаря разоблачениям на интернет-платформе Викиликс. Никогда прежде в руки журналистов не попадало сразу столько секретных документов. В публикациях Викиликс можно было прочитать, как арабские государства требовали нанесения воздушных ударов по иранским ядерным объектам. Как Пекин терял терпение по отношению к северокорейскому диктатору Ким Чен Иру и много нелестных оценок в адрес ведущих политиков тех стран, в которых работали американские дипломаты. Джулиано Санж основал Викиликс в 2006 году, однако прорыва платформа добилась лишь через 4 года. В апреле 2010 было обнародовано видео «Сопутствующее убийство», запечатлевшее, как в 2007 году во время атаки двух вертолетов армии США в Багдаде погибли мирные жители. Двое погибших были журналистами. Дневники афганской войны и иракское досье, подготовленные в сотрудничестве с мировыми СМИ, также продемонстрировали общественности неприглядную реальность, выходящую за рамки хорошо отлаженной пиар-машины Госдепа и Пентагона. А с осени 2011 года, в результате утечки информации и ее публикации на Викиликс, общественности стали доступны все дипломатические дипеши США. Разоблачения на Викиликс изменили также понимание информации в целом. В виде Викиликс на международной арене появился гибридный, негосударственный актер, который может нарушать международные отношения и даже действовать на стратегическом уровне, причем используя только методы журналистики. Некоторые обвиняют Джулиана Асанжо и в том, что он способствовал избранию на пост президента США Дональда Трампа. В разгар президентской кампании в стране в 2016 году на портале Викиликс были опубликованы почти 20 тысяч электронных писем, связанных с кандидатом в президента от Демократической партии Хиллари Клинтон. Министерство юстиции США выдвинуло обвинение Джулиану Асанжо, согласно которым он сотрудничал с хакерами. Как бы то ни было, один факт остается неоспоримым. На протяжении последних 11 лет на Викиликс и в первую очередь лично на Асанжо оказывалось огромное давление. Разоблачители объявляли врагом американского государства и призывали убить. PayPal, MasterCard и Visa перестали пересылать в Викиликс пожертвования. Сайт Викиликс несколько раз пытались вывести из строя. Американские политики называли Викиликс террористической организацией. После 7 лет пребывания в эквадорском посольстве в Лондоне, в настоящее время Асанж содержится в британской тюрьме строгого режима в связи с запросом США об экстрадиции. Если его когда-нибудь выдадут, то создателю интернет-платформы грозит до 175 лет тюрьмы. Почти год назад эти кадры облетели весь мир. После того, как власти Эквадора лишили Джулиана Асанжо убежище в своем посольстве в Лондоне, основатель портала Викиликс был арестован британской полицией. Он провел в дипломатическом представительстве около 6,5 лет. Теперь же ему придется предстать перед судом в Лондоне, который будет рассматривать вопрос о его экстрадиции в США. Швеция, в которой Асанж обвинялся в сексуальных преступлениях, в прошлом году закрыла дело против него. Но Миньюз США обвиняет его, среди прочего, в шпионаже и противозаконном разглашении секретных данных. Сторонники Асанжа считают эти обвинения надуманными. Администрация США вышла за пределы своих возможностей, решив, что она может вести охоту на иностранного журналиста, который опубликовал на иностранной территории правду. И это продемонстрирует, что ни один журналист в мире не застрахован от преследования со стороны Вашингтона. Между тем, адвокаты Джулиана Асанжа просят Францию предоставить их подопечному политическое убежище. Причем в 2015 году французские власти уже отказали австралийцу в аналогичном запросе. «Джулиана Асанжа связывают с Францией как профессиональные, так и личные отношения. В ближайшее время мы запросим аудиенцию президента Франции, поскольку ситуация крайне серьезная. Под угрозой находится не только сам Асанж, но и судьба всех журналистов». В последнее время все чаще всплывает информация о Джулиане Асанже, в которой фигурирует вовсе не Франция, а Россия. На прошлой неделе адвокат создателя Wikileaks заявил, что якобы американский президент Дональд Трамп предлагал тому помилование в обмен на показания о непричастности России к кибератаке на серверы Демократической партии США. В Белом доме назвали эти заявления ложными и полностью сфабрикованными. Еще раньше американский телеканал CNN утверждал, что во время президентских выборов в США в 2016 году Асанж встречался в Эквадорском посольстве с российскими хакерами и главой лондонского бюро телеканала Russia Today. На это главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян заявила, что к Асанжу ходил не только ее подчиненный, но и она сама. Судебный процесс в случае подачи сторонами апелляции может занять несколько лет. Если Асанжа выдадут США, то там ему грозит до 175 лет тюремного заключения. В основном нас поддерживает общественность. А это вам дают? Да. Нас финансируют наши подписчики без помощи фондов, без госдотаций, привлеченного капитала. Нас поддерживает общественность. Мы выпускаем книги, фильмы, я выступаю. Разные источники дохода позволяют нашей компании действовать. Я слышал, что вы заработали огромную прибыль на биткоинах. Наша прибыль составила более 50 тысяч процентов. Это очень интересная история. Видите ли, в ответ на нашу публикацию сведений из дипломатических телеграмм США и документов о войне в Ираке и Афганистане, власти США развернули против нас компанию. Блокировали наши платежи по системам Виза, Мастеркард и Пейпал. Это была настоящая банковская блокада против Викиликс, что лишило нас 97 процентов нашего дохода. Такие санкции для любой организации стали бы очень серьезной проблемой. Примечательно, что никаких судебных разбирательств не последовало. Никакого уголовного или хотя бы административного дела возбуждено не было. Даже у Министерства финансов США, в отличие от России, не было формальных санкций. Все произошло тихо. Решения принимались на уровне Вашингтона и крупнейших банков. Нам пришлось искать альтернативу, и мы обратились к биткоину, система которого только зарождалась в 2010-2011 годах. Люди начали пересылать средства по биткоину, а потом последовал настоящий взлет этой криптовалюты. Это правда, что сайт Викиликс так устроен, что вы сами не можете узнать, кто вам дает информацию, и таким образом никогда не сможете открыть эту личность? Да, на сайте используется система шифрования, скрывающая от нас имя источника. Но доступ к этим сведениям у нас есть. Мы призываем авторов не называть себя, но если они это делают, то, разумеется, мы узнаем их имена. Как я сказал, вы создали Викиликс в 2006 году, но только после того, как вы стали публиковать документы от Челси Мэннинг, вы стали известными в мире. Предположим. Так, а когда вы это сделали, когда вы это опубликовали, что вы преследовали, какие цели? Хороший вопрос. Я надеялся, что это поможет людям шире взглянуть на то, что может подлежать публикации. Это прежде всего. Тогда, в 2006 году, мировое сообщество было уверено, что в мире нет места компании Викиликс. Нам нужно было пошатнуть эту уверенность, что мы и сделали весьма успешно. При нынешнем статус-кво люди понимают, что Викиликс существует и публикует то, что публикует. И этот статус-кво нарушился бы, если бы Викиликс была уничтожена. Скажем, силами ЦРУ. Кроме этого, весьма важно, что Викиликс имеет ряд четких интересов. Назову некоторые из них. Мы заинтересованы в расширении объема человеческих знаний. Стоим на защите прав источников информации и журналистов. Мы стремимся защищать интернет-провайдеров в их способности распространять знания и отстаиваем идеи криптографии как неотъемлемой части этого направления. Мы не придерживаемся какой-либо политической позиции, но как организация мы сознательно выступаем против убийства людей на войне. Людям следует принять эту позицию, полностью с ней согласиться. Мы также стремимся освещать отдельные аспекты войны в надежде, что это либо приведет к прекращению войн, либо предотвратит начало войн в будущем. В 2010 году, в ноябре, после опубликования материалов Меннинга, генеральный прокурор Соединенных Штатов Эрик Холдер сказал, я цитирую, что продолжается активное уголовное расследование Викиликса. Но ничего из этого не вышло. Вы не знаете, почему? Почему нету этого результата? Проводилось масштабное расследование. Взволнованные дипломаты писали из Вашингтона об этом, как о беспрецедентном по масштабу событии. Были задействованы 12 госведомств США, большое жюри и экс-присяжные в Вирджинии. Они изучали сотни записей и показаний, заставляли людей давать показания. Даже с приходом администрации Трампа расследование не прекратилось и продолжает набирать обороты. Мы об этом говорим. На поруки вас выпустили, потом вы скрылись, потом вы попросили Эквадора и получили убежище политическое. И здесь остаетесь с 2012 года. Почему Эквадор? Вы не думали о том, чтобы, например, попросить политическое убежище в России? Эквадор никогда не воспринимался как противник Запада. А если бы я попросил убежище в России, это было бы использовано в той компании, которую вела западная пресса. Понятно. Она выдвигает обвинения, заявляя о том, что Викиликс якобы публикует ложные сведения. Эти обвинения недостоверны. Даже ФБР в своих отчетах сообщает, что им не удалось выявить ложность сведений, публикуемых Викиликс. Итак, ее обвинения выдуманы. По нашим сведениям, Хилари Клинтон выступала главным поборником уничтожения Ливии со стороны администрации США. Уничтение чего? Уничтожение Ливийского государства. Она была главным поборником реализации этого плана. Мы опубликовали документ, в котором она похваляется почти до самолюбования о своих планах еще до выхода на сцену ИГИЛ, до наступления очевидного крушения Ливии. Она приняла на себя роль главного поборника и вела за собой своих людей. Это не просто внутренняя переписка Госдепартамента. Она это сделала. Она убила десятки тысяч людей. Десятки тысяч из-за своих политических амбиций, хотя аналитики ЦРУ и командование Пентагона говорили, что делать после этой войны, это может плохо закончиться. Она это сделала. Она пренебрегла этими возражениями, убила десятки тысяч людей, что привело к подъему ИГИЛ. Она также способствовала перевозке ливийского оружия в Сирию, где начались аналогичные проблемы. Это очень и очень компетентный и очень опасный, очень опасный человек, знакомый со всеми рычагами политического давления США. При этом, как я уже сказал, цель наблюдения за массами в том, чтобы понять, что замышляют отдельные люди или целый народ. И если их намерения не угодны, разработать план действий против таких намерений. Однако, если группа людей или народ почти мгновенно переходит от планов к действиям, времени на противодействие практически не остается. Я собрал данные о перевороте в Турции. Об этом не говорят на Западе, но в турецких газетах раскальзывают версии о том, что в организации госпереворота непосредственно участвовали Соединенные Штаты. В разгар переворота телеканал NBC сообщил, что Эрдоган бежит в Германию, чтобы просить там убежища. Журналисты NBC заявляют, что им об этом рассказал источник в американских вооруженных. Что же получается? Эта новость обошла весь мир и, судя по всему, была призвана повысить шансы на успех переворота. Ведь если президент бежал из страны, всем становится очевидно, что он потерял над ней контроль. Когда Хилари Клинтон отвечала за внешнюю политику, правительство Соединенных Штатов действительно использовало Ливию в качестве канала для передачи оружия джихадистам в Сирии. Это было достоверно установлено. Этому, в частности, посвящен ряд наших материалов, а также работы Сеймура Херша, других журналистов в Соединенных Штатах. Некоторые из них даже публикуются в «Нью-Йорк Таймс». Масштаб отношений между Саудовской Аравией и Хилари Клинтон, между Саудовской Аравией и фондом Клинтонов довольно велик. Вероятно, Саудовская Аравия крупнейший отдельно взятый донор фонда Клинтонов. Взгляните на то, какой политики она придерживалась в области экспорта вооружений, когда занимала пост госсекретаря. Она была очень и очень благосклонно настроена к Саудовской Аравии. Как мы уже заявляли, на наш взгляд, тех улик, которые уже есть у ФБР, вполне достаточно, чтобы большое жюри предъявил ей обвинение. Этого добиться нетрудно. В Америке есть даже поговорка, что большое жюри присяжных может привлечь к Сауду хоть бутерброд с ветчиной, если получит соответствующие инструкции. И я говорю это по собственному опыту, потому что в Вашингтоне созывалось жюри и для вынесения обвинения мне. Я прекрасно знаю, как это все работает. Но необходимо, чтобы этого потребовал прокурор. Не будет требований прокурора, не будет обвинений от большого жюри. Вот в чем основная проблема. Все дело в том, что мы представили общественности абсолютно достоверные первоисточники, говорящие о том, чем люди занимались. Это видеозаписи, которые невозможно оспаривать. То есть речь не о том, кому верить. Полиции, или друзьям погибшего, или же свидетелям. Есть видеозапись, есть видеозапись, на которой видно, что именно произошло. И это не оспоришь. Это хороший стимул не только для чернокожего сообщества. Это вызывает сочувствие и солидарность за его пределами, потому что это самый убедительный довод. Собственно, о чем это я? Так вот, на портале Wikileaks были опубликованы видеофайлы, ставящие под великое сомнение программу Аполлон и высадку американцев на Луне. Документы, якобы были переданы Асанжу высокопоставленным сотрудникам НАСА, который устал терпеть ложь, который Соединенные Штаты полвека кормили человечество. Видео, облетевшее всю планету, на самом деле снимали на Земле, предположительно в пустыне штата Невада. По непроверенной информации, часть съемок была сделана в павильоне студии, где создавал свою космическую одиссею Стэнли Кубрик. Но знали об этом всего несколько человек. Этот ответный ход австралийского взломщика системы теперь называют в сети местью Асанжа, «Желающий мстить должен рыть две могилы, тому, кому мстишь, и себе. Месть вообще-то женщина нехорошая, с ней лучше не связываться». Это более 11 минут документальной съемки и закадровых разговоров. Я выгрузил звук, конвертировал при помощи специальной программы в текст. Потом попытался оформить этот машинный перевод в маломальский осмысленный текст и подкрепить видео с субтитрами. Ведь страсть, как интересно узнать, о чем они там говорят. Но вскоре я понял, что это очень длительный и кропотливый процесс, а времени у меня мало. Но времени у меня... мало. Времени у всех мало. В общем, друзья мои виртуальные, кто владеет разговорным английским и у кого есть желание заморочиться для будущих просмотров ролика, потратив свое драгоценное время на создание осмысленного текстового перевода сего действа, то для таких индивидов я оставляю ссылку на текстовый файл машинного перевода и отдельно звуковой файл. И если это чудо случится и перевод будет, и у тебя получится сотворить его, то скинь мне его с временными метками на почту, а я прикручу субтитры к уже опубликованному ролику. Ссылку на почту, на звуковой и текстовый файл и на источники информации, как всегда, я оставляю в описании к ролику. Сейчас на Викиликс нет такой публикации. Я допускаю, что ее там не было никогда, а Джулиано Санж не имеет к этим видеофайлам никакого отношения. И сделали все это так, чтобы прикрыться его именем. А также, безусловно, видео может оказаться подделкой. Мне даже скинули ссылку на ролик, из которого якобы были использованы кадры для монтажа. Саму видеосъемку в павильоне я публикую на резервном канале и на других источниках, потому что YouTube вешает на ролик ограничения 18+. Все ссылки будут в описании к ролику. Ну вот, как говорится, хотел как лучше, а получилось как всегда. Зато про Джулиано Асанжа вам поведал. За всем говорю вам приятного просмотра и до скорых встреч всех обнял. Мы продолжаем поддерживать это доверие, в частности тем, что никогда не публикуем ложные информации. Тут я слышал, где-то ракету запускают на Луну. Я сам не вижу почти ничего. Может, ты пойдешь со мной, а? Вы что, верите в байки об этом полете? Когда вы встретитесь с Всевышним, что вы ему скажете? Не думаю, что это были бы слова благодарности. Мне кажется, что одним из самых сильных аргументов против религии остается тот факт, что у нас очень безответственный Бог. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok